Снова дружеские приветствия. Премьер-министр провинции Альберто Локхитт дал обет в честь председателя Совета Министров СССР. «Пусть пейзаж этой картины напоминает вам о Канаде», — сказал премьер-министр. Потомки коренных обитателей здешних мест, индейцы, познакомили гостей со своим древним искусством. Украшения из перьев, подаренные Алексею Николаевичу Косыгину, — свидетельство особого уважения жителей провинции к высокому советскому гостю. После недолгого пребывания в солнечном Эдмонтоне глава советского правительства и сопровождавшие его лица прибыли в Торонто. Это второе по величине город Канады. В нем несколько тысяч промышленных предприятий, около 700 банков и страховых компаний. Одна из новостроек вблизи Торонто — атомная электростанция в Пикеринге. Она находится еще в стадии строительства. Алексею Николаевичу рассказали, что полностью электростанция будет пущена в ход в 1973 году. Мощность четырех реакторов составит 2 миллиона 160 тысяч киловатт. Атом должен служить делу мира. Одна из актуальных проблем, стоящих перед человечеством — прекращение гонки вооружений и достижение всеобщего и полного разоружения. Вот почему во время переговоров главы советского правительства с премьер-министром Канады состоялся полезный обмен мнениями по вопросам разоружения, в том числе ядерного. Деловые круги Канады заинтересованы в развитии торговых связей с Советским Союзом. Об этом говорилось на обеде, который дала Канадская ассоциация промышленников в честь председателя Совета министров СССР. Программа пребывания в Канаде главы советского правительства выполнена. Обмен мнениями с премьер-министром Трюдо, начатый весной 1971 года в Москве и продолженный в Канадской столице, уже дает положительные результаты. Один из них — подписание в Атаве соглашения об обменах между Советским Союзом и Канадой. Этот документ отражает стремление обеих сторон к развитию сотрудничества в различных областях. Он открывает новые возможности для такого сотрудничества. С особым интересом ждали любители хоккея московских встреч сборной СССР с командой Канады. В первом матче в Лужниках мастера мирового класса обеих стран продемонстрировали напряженную и красивую игру. Наша сборная в первых двух периодах никак не могла пробиться к воротам гостей. Более того, на 16-й минуте Паризе забивает первую шайбу. Во втором периоде канадцы забрасывают в ворота третяка еще две. В острой борьбе со счетом 3-0 выигрывают канадцы. Но это не сломило волю наших мастеров. Проигрывая, советская сборная проявила упорство и выдержку в третьем периоде. Скорость, виртуозные комбинации и вратарю канадцев приходится вынимать первую шайбу из сетки своих ворот. Несмотря на то, что нашим соперникам удается восстановить разрыв, советских хоккеистов удержать уже нельзя. После отлично разыгранной комбинации Анисин забивает второй гол в ворота канадца. Усилиями советских хоккеистов за 8 минут до конца встречи положение уравнивается. Счет становится 4-4. В последние минуты матча советская сборная забрасывает пятую победную шайбу. Последний период этой встречи советских хоккеистов и канадских профессионалов явился подлинным украшением первого московского матча. Паранский хоккеистов